Всем привет, друзья, меня зовут Альтер, вы находитесь на канале Check It Out, а это прослушка. Охренеть, как много всего интересного вышло, я столько всего пропустил, и Скриптонит, и Фараон, и Масло Черного Тмина, Левангороди, еще кто-то, короче. Ну, супер много треков вышло. Ребят, знаете, я что подумал, вас же некоторых напрягает то, что я режу треки, но я уже объяснял, в принципе, это для того, чтобы с видео мне хоть какая-то монетизация шла за ролик. Я могу предложить вам другой вариант, вы можете донатить мне, поддерживать канал рублем по ссылке в описании. Если я буду там собирать какую-то сумму, то, по сути, ну, типа, я могу выкладывать прослушки полные. Там, с нарушением авторских прав будет, конечно, монетизация будет идти правообладателям, но у меня хотя бы будут донаты от вас. Вот такой вот вариант есть. То есть, я буду выкладывать полные прослушки, альбомы полностью, они там, я не знаю, сколько часов будут идти. Мне не очень хочется, конечно, потому что это долго все рендерить, но и, по сути, мне не придется все резать, шинковать. Вот, короче, если вы за, можете поддерживать канал по ссылке в описании. Давайте заценим и начнем с самого интересного. Скриптонит, Федук, Трувер, Найман и Баста. Вау! Больше всего меня, конечно, удивило Федук. Это очень круто для Федука, потому что у него есть трек и с Бастой, это просто человек-оркестр, и со скриптонитом. И это тоже человек-оркестр, два очень мощных имени в русском рэпе, и это очень круто. И интересно вообще услышать, трек называется «Мама», понятное дело, к 8 марта выпущенный трек. Очень интересно всех услышать в этом треке. Ну, Баста уже, в принципе, у него были, была песня про маму, очень крутая. Вот остальных, очень интересно, что они скажут вообще. Вот. Давайте прослушаем. Мне кажется, такое что-то будет. Ну, спокойное. Не знаю хотя. Неожиданный бит. Мамочка, прости, что все мы не милы. Коузы в могилы, ты на килограмме, не хилы нычи, но ты сильнее. Мамочка, скажи мне, любую печь. Мамочка, скажи мне, любую печь. Мамочка, не знаю, что любое, зоя весь. Все на меня, что я из понятия, что не всегда тот-то родит, здесь может продать тебя. Да не всегда тот-то знает, и живет летским. Я так понял, этот трек будет в следующем альбоме Скрипа. Ну, нормально, Федук тут звучит, нормально. Так мало времени, а еще трое, типа, как они поделят его. Набил потак, но не хотел расстраивать. С утра я летом и тщи, боюсь, поймешь, не прави. Я давно не буду дома, но тут все по-старому. Я не знаю, как вышло все на зоне дома. Люблю больше жизни, прости, что не дома. Нам не говорили, и все будет хорошо. Мама научила выживать из себя стол. Мама главная тренерка, не дай мне подогнуть. Никогда. Мама научила выживать людям. Говорила, что обманут, один окажется лучшим другом. Я разбивал ее в крустальные мечты, я с ними. Короче, все в моем стиле. Прости, мам. Я прыгаю в окно, все объясню потом. Наши носят старый бумерад, проблем. Я зубаю новый трек, сладкий дим, как кармель. Этот трек будет сонным, громким. Я разорву этот мир, как старые колонки. Так, короче, вот Скриптонит и Баста вообще идеальны тут. Скриптонит, он вообще весь трек сопровождал. У него припевчик. Вот, но они как-то прям вообще комфортно себя чувствуют. Трувер и Наймон тоже хороши. Вот Федука можно было, в принципе, не ставить сюда. Ну, типа, слишком много человек на одном треке. Пять минут идет, он немного устаешь просто от этого. Такое ощущение, как будто дофига припевов. Вот. Я думаю, могли бы обойтись, в принципе, без Федука. И вспоминая фоточки, там, типа, совместный Федук, был еще О'Джи Будда. Я думаю, не засветится ли О'Джи Будда у него еще на альбоме? Не очень хочется, конечно. Но все может быть. Там и кисло-сладкие тоже могут появиться. Так. Неплохой трек. Забавно было послушать. Есть правильные вещи. Как-то что-то улыбало прям. Там сам, пока слушал, вспоминал свои ситуации из жизни и так далее. Какие-то жесткие вообще, за которые прям стыдно-стыдно. Вот. Ладно. Будем ждать. Ну, как бы и ждем. Шестой. А пока слушаем Фараона. Фараон выпустил, значит, он альбом «Правила», который, как мне кажется, провалился вообще просто, я не знаю, на самое дно днища. И забавно было, типа, ну, у него, конечно же, есть люди, которые его поддерживают в любом случае. Но альбом тот, он был, не знаю, по мне, самым неудачным его экспериментом, типа, уходом в такую музыку. Ну, как бы больше сейчас пошел в коммерческую, типа, у него и фит был слободой. Типа, сосите вообще, идите в жопу. Вот я вот могу и зафигачил там тоже несколько ужасных секунд в треке. И он после написал, типа, вот, мы сейчас сделаем еще делюкс-версию. И все ждали, типа, ну, возможно, ну, не все, ладно, окей, некоторые, типа, наверное, что-то, что-то все-таки будет нормальное. Но в итоге все это дело забылось как-то, забилось, может, я не знаю. Вообще для меня делюкс-версия альбома – это просто дополнение там какими-то еще треками, но не полностью как-то что-то новое. И вот в итоге все забилось, и он представляет вообще другой альбом, который скоро вот выйдет, и который мы прослушаем. И два трека с этого альбома – Эми и Перед смертью все равны. Давайте заценим. Субтитры сделал DimaTorzok Все-таки Фаррис дал позиции в рэпе. Вообще есть куда пизжи, пацаны. Что это такое? Еще и Эми Вайнхаус упомянул. Лучше бы вообще даже не притрагивался к этому имени. Ну, зло, но само исполнение вообще что-то параж какая-то. Перед смертью все равны. Мне кажется, что я привык. Моя душа в мясо истерзанно. Среди грязных разбитых корот я служу за твоей души в убищем лезвиям. Но с вами мне меня ждет моя душа. Ну, классно. Вот это более-менее еще. Сам бит культой. Лучше бы Эми он не выпускал, а вот это выпустил. Тогда бы интерес был куда больше. И хотелось бы заценить весь альбом. А сейчас пока что-то под вопросом. Так. Все еще жив, Леван Горозия. Красавчик. Мотивационный трек. Классный трек. Ну, в самом узлом вот на припеве. Прям реально двигает. Просто, ну, Леван мастер вообще. Мотивационных треков. И гитарка классная. Что-то из его же напоминает. Ну, блин, флоу этот, он же использовал. Типа, я слышал, похоже, у него же из недавнего. Но трек классный. Круть. Так, идем дальше. Масло черного тмина. Wind Chin. Сначала классно. ДИВИТ. Ну, тут я, насколько мне известно, это такие, типа, отсылочки на творчество Биги. И тут он читкой как раз таки напоминал тоже его. Вообще, вообще другое, пока что. Такое ощущение, как будто трек идет уже минуты четыре, наверное. Из-за того, что ничего не меняется по музыке. Но он просто ебашит. Очень круто. Да с ума сойти, когда трек кончится уже. Я тупо устал, короче. Офигеть, это, ну, так нельзя делать. Вообще, все изначально было круто, нормально. Но потом уже все, что-то я как будто начал, он начал зомбировать этим треком. Не, я его точно не смогу слушать второй раз. Возможно, конечно, еще в наушниках прослушаю, но вряд ли. Так, любите девушки я заценю отдельно. Дэвид Бэхам отдельно заценю. Кто еще интересненький был? Камон! Только не это! Нет, вообще, вы че? Не делайте этого! Тут та же самая тема? О май гаш! Фак, нет. Все, я даже не хочу ничего слышать. Все, я так понял, больше ничего такого вроде не выходило. Какие треки зашли вам, пишите в комментариях. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал, если не подписаны. Спасибо за внимание. Всем пока! Check it out!